Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Вообще сегодняшнее утро как-то очень связано с темой культуры и мероприятий, развлечений, поскольку вот только что мы говорили о музейной сфере, а теперь поговорим о концертах всевозможных, ну, в том числе, кстати, посещение музеев тоже, ведь можно приобрести билеты онлайн. И с нами на прямой связи Лига Рубина, член правления Билишу Сервис. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Понятно, что пандемия, она внесла очень такой хаос в работу, слаженную работу, вот как продажу онлайн билетов, и то, что для многих было, ну, обычной практикой, то есть приобретая билеты онлайн, сходить, развлечься чуть ли не практически каждую неделю, стало как бы недоступной роскошью. Что сейчас происходит, насколько, какое количество мероприятий проходит, вот, например, сейчас, происходит сейчас в Риге, в Латвии, через вашу, я понимаю, вот, вашу зону ответственности, и вот больше-меньше становится их в последнее время. Да, но если смотрим такую ситуацию на данный момент, тогда, конечно, есть некоторые мероприятия, которые происходят, ну, например, театры, происходит все по конкретным условиям, конечно, нет возможности посвящать мероприятий, если нет ковид-сертификата насчет вакцинации или болезни. Так что, если смотреть по количеству мероприятий, тогда мы можем сказать, что происходит. Но если смотреть по количеству проданных билетов или по объему посвящаемости мероприятий, тогда, к сожалению, не все так хорошо. Дополнительно есть все-таки тоже достаточно большое количество мероприятий, которые не могут произойти, так как это все-таки иностранные артисты, и условия, при которых началась продажа билетов, были другие по конкретно посвящаемости. Так что это тоже немножко осложняет возможность произойти мероприятием. То есть вы имеете в виду, что мероприятие было организовано, билеты поступили в продажу, и во время уже продажи поменялись сами условия, при которых можно провести это мероприятие, да? Да, да. То есть просадка в том числе. Форс-мажор, так называемый. Но, да, ну просто с другой стороны, ведь прошло уже почти полтора, или даже два, можно сказать, ну, без малого два года, как началась пандемия, то есть, в принципе, что могло измениться за эти последнее время? Ну, как, смотрите, когда началась пандемия, это уже прошлый год, март. Были в продаже мероприятия, которые, например, происходят в арене Рига, где большая посвящаемость и большое количество купленных билетов. И эти условия в тот момент были, что могут посещать каждый, кто купил билет, да? К сожалению, так же, так и в прошлом году не достигли те количества посвящаемости, при которых можно посещать, можно провести мероприятие. Это одна проблема уже с прошлого года. Сейчас, как бы, могут происходить мероприятия, но все-таки есть новые условия насчет того, что посвящаемость может быть только для тех, которые вакцинированы или переболевшие. Это опять усложняет возможность провести мероприятие. Поэтому есть некоторые мероприятия, которые так и стоят, опять перенесены на следующий год. А в этой связи что происходит с возвратом билетов? У каждого мероприятия есть организатор мероприятия, который и ответственный, в том числе за возврат денег или по всем условиям, как обращаться потребителям в данном моменте. Поэтому то, что мы рекомендуем потребителям, это самое главное, это следить за информацией конкретно у мероприятия, на которые приобретены билеты. Так что мы делаем публикации на нашей странице, где все описано. Есть некоторые организаторы, которые уже делают возврат. Но еще дополнительно сейчас разрабатывается закон тоже для возврата денег при случаях, когда нет возможности посетить мероприятие, если нет валидного ковид-сертификата. Ну вот как раз я хотел спросить, что если человек купил билет, а затем вдруг выясняется, что он не может посетить мероприятие, если у него нет ковид-сертификата, это кто несет, может ли он вернуть билеты, получит ли он полный возврат денег? Да, но на данный момент самое главное это то, что закон еще не в силе. Поэтому тоже организаторы мероприятия еще конкретно не готовы этим условиям, которые могут быть. Это одна вещь. Вторая вещь это то, что тоже билет-сервис совместно с другими продавцами билетов, это безриндос.лв и аула-эвент, мы занесли тоже рекомендации по изменению конкретного пункта, и как сейчас на данный момент он звучит так, что эта возможность должна быть до 31 августа, что физически не очень возможно, так как закон еще не в силе даже. Поэтому занесли рекомендации продлить этот период до 30 сентября, но сейчас даже рассматривается возможность этот период продлить до 31 октября. Поэтому на данный момент все те, которые видят, что на число мероприятия у них еще не будет в силе сертификат по вакцинированию или болезни, тогда на странице билет-сервис есть раздел, где можно уже завести информацию насчет своего билета и запросить возврат. То, что, конечно, мы сейчас не можем дать конкретное время, как это будет происходить, конкретную процедуру, потому что у каждого мероприятия это может быть различное. Тоже организатор мероприятия может делать возврат сам. Так что в первую очередь потребитель должен пересмотреть информацию у конкретного мероприятия, на которое куплены билеты. Если там не указано ничего насчет возврата, тогда есть возможность заполнить эту анкету в общем. Я правильно понимаю, в принципе, речь идет о том, что и вы, как платформа, и ваши коллеги тоже платформы по продаже билетов, и организаторы различных мероприятий, по большому счету, идете навстречу потребителям, потому что может сложиться ситуация, при которой человек действительно два года назад купил концерт на выступление группы, скажем, X, которое должно было быть уже больше года назад, но перенесено, потом еще раз перенесено. И, ну, предположим, это я. Я купил билеты на определенных условиях. Заносишь деньги, получаешь билет или какой-то QR-код, заходишь на концерт, наслаждаешься. Потом случилась пандемия, перенесли концерт. Мне уже неудобно, мне уже нехорошо. Я уже думаю, мне отменить билет, вернуть деньги или потерпеть там полгода-год. Хорошо, я соглашаюсь, я терплю. Потом еще раз переносится концерт, я опять терплю. Потом принимают решение о том, что пускают только вакцинированных, а я вот принципиально, я не хочу вакцинироваться. И тут вот этот вот казус получается юридический. Я покупал эту услугу на определенных условиях, которые поменялись течением времени. Вот чтобы избежать этих накладок юридических, в общем-то, и продлевается срок возврата билетов, да? Да, но смотрите, это все не так легко, как кажется, да, что я только купил билеты, и продавец билетов имеет мои деньги, я могу делать запрос на возврат. Видите, эта ситуация нестандартная в общем, да, это не по вине организатора не может произойти мероприятие. Поэтому если есть какие-то конкретные законы, тогда они тоже распределяют, как сказать, компенсацию организаторам из-за того, что по их вине мероприятия не могут происходить, да. И получается так, что сейчас немножко как бы тоже уже Министерство культуры выдал пристрелись, да, где мы видим, что это компенсация в плане для организаторов, да. И что такая еще одна нюанс такой в том, что потребитель думает, что эта компенсация будет продавцу билетов, но это не так, это организатору, да. Только организатор сам может определить свою процедуру, как он делает возврат, как он эти деньги для компенсации от власти запросит, да. И поэтому получается, что это немножко занимает и время, и как-то не очень тоже на пользу было то, что есть еще много других вопросов, которые рассматривает САИМ, да, в данный момент. И все эти решения тоже немножко откладываются, откладываются, и получается так, что это 31 августа тоже физически нереально, что, ну, еще в первую очередь потребитель может еще, не может успеть задать этот свой, занести этот свой запрос. И также организатор мероприятия еще процедуру не может сказать конкретно, как это будет. Поэтому, да, как бы в интересах потребителя, так же, как и организатора, сейчас рассматривается возможность продлить этот период до 31 октября. А еще у меня вопрос, вот с еще одной проблемой, наверное, изменилась ведь рассадка зрителей, может быть, когда человек покупал билеты, предполагалось, что все зрители будут сидеть рядышком, сейчас вот через одного, через двух. Вот что в этих случаях происходит, если меняется рассадка зрителей? Ну, если мы смотрим сейчас ограничения, которые в силе, тогда они указывают то, что мероприятие может происходить только для вакцинированных и тех, которые переболевшие, это как в зеленом, в зеленой зоне. И там уже нет дистанции, там все сидят рядом, сидят без масок. И, ну, как в тот момент, когда покупали билет, так и посвящают мероприятие. Только, ну, то, что должен быть этот COVID-сертификат. А вторая – это желтая зона, где могут посетить мероприятия с семьями, так как дети не могут сделать вакцинацию определенного возраста. И там тогда, да, там уже в силе два метра, маски и персонализация мест и билетов. А в связи со всеми этими ограничениями, наверняка же есть информация на данный момент по возврату. Насколько жители Латвии готовы терпеть эти изменения, терпеть и ждать концерт, выступления своих любимых артистов или там спектаклей, или спешат отказаться? Ну, из-за непонятной ситуации. Деньги вернул, ну, и, слава богу, а там разберемся. Если что, куплю новый билет. Ну, если так, смотреть тогда тоже организаторы мероприятий, ну, как-то стараются рассматривать ситуацию каждого клиента отдельно, да, так как все равно сейчас в силе есть закон, что если у клиента, у потребителя нет возможности посетить мероприятие по причине, что он заболевший или не находится в стране, тогда он уже имеет право сдать билет. Так что есть и такие случаи, где билеты организатор компенсирует из-за конкретных причин. И, ну, самое главное это то, что, ну, все-таки эти ситуации, они каждая по-разному. Есть организаторы, которые все-таки провели мероприятие в прошлом году, просто разделили, там, например, на две даты, да, там, информировали всех покупателей билетов, дали возможность выбрать новые места, или дали возможность поменять на другое мероприятие, дали возможность получить, как бы, ваучер или подарочную карту в объеме побольше, да. Так что эти решения для каждого мероприятия, они по-другому. Поэтому, так сказать, в общем, что есть такая одна и большая проблема, или совсем их нет, ну, нет возможности. Потому что тоже есть некоторые организаторы, которые сами решают эти все вопросы с потребителем отдельно, без билетного оператора. Ну, то есть решений, на самом деле, больше, чем только одно возврат денег, и даже если СЭМ задержится с принятием закона, то, в принципе, все не так плохо, в каждом конкретном случае есть какие-то предложения, помимо возврата, упомянутые вами подарочные карты, иногда даже на большую сумму, или сертификат, или ваучер, ну, как в свое время сделал тот же самый AirBaltic, позволил поменять билеты на вот эти вот ваучеры при желании. Да, так и есть. Поэтому самое главное – это с самого начала посмотреть информацию о конкретного мероприятия, на которое приобретены билеты. То, что делает билетший сервис, со своей стороны, как только организаторы имеют конкретную информацию для потребителей, мы это высылаем на адресы, которые регистрированы во время покупки билетов. И, конечно, опубликуем на нашей странице. Просто в другой раз бывает, что кто-то даже не посмотрит и думает, что так как не происходит, так и есть проблема. Сразу начинаются вот эти обвинения. А, кругом обман, мои деньги не хотят возвращать. Напоминаю, с нами Лига Рубина, членом управления Билишу-сервис. Ну и, наверное, вот за время пандемии, вот эти полтора года, насколько вы приспособились вот к этой работе, вот насколько она внесла какие-то изменения в работу вот вашей компании? Потому что, с одной стороны, ведь, ну понятно, что мероприятий стало меньше, но, с другой стороны, ведь люди теперь больше покупают, наверное, все-таки билетов онлайн. И это становится, ну это подстегнуло людей как раз-таки пользоваться, не идти в кассу, не стоять в очереди там с другими людьми, а больше покупать онлайн. Вот с одной стороны меньше, с другой стороны больше. Как вы выживаете? Ну, конечно, если смотреть по объемам, тогда нам еще совсем очень даже далеко до 2019 года. Ну, если смотреть прошлый год, тогда снизился оборот 90%, это очень много. И, конечно, тоже надо понять то, что, если мы говорим про физическую торговлю, тогда она даже не была возможна, начиная с ноября до этого года апреля, да. Это даже, ну, если кто-то даже хотел приобрести билет в кассе физической, тогда это просто не было возможно. И, ну, конечно, сейчас мероприятий становится больше, но они по количеству, как я и говорила, да, что по количеству как бы есть, но все-таки посвящаемость еще не возвращается в тот же самый объем, какой это было перед пандемией, так как условия все-таки по посвящаемости в силе. Ну, я, да, на данный момент тоже, если не смотреть этот, но в прошлом году тоже был очень большой суппорт от власти, да, так что мы тоже получали как компания из-за того, что не могли работать и ничего не происходило, что тоже хорошо и помогает выживать. Также работали над техническими решениями, как я уже говорила, что надо делать персонализацию билетов, это тоже сделано технически. Еще дополнительно у нас тоже новый продукт, чтобы как-то мотивировать и дать возможность почувствовать себя уверенным в моменте, когда покупается билет. А новый продукт – это обдрожь наши на билеты. Страховка, да. Страховка, да, страховка билетов, которая дает возможность при случае болезни, при случае каких-то физических проблем посетить мероприятие, есть возможность получить обратно сумму билета потраченную. Вот вы как раз затронули эту тему, я хотел спросить, что нового интересного происходит. И я понимаю, что все развивается, и у вас, ну вот как бы ваши коллеги-конкуренты, тоже платформы, вот насколько что-то новое вы придумываете, какие-то новые, какие-то возможности и услуги предлагаете. Но сначала вот мы, наверное, примем звонок. Здравствуйте, доброе утро. Да, доброе утро. А я вот еще купил в начале, значит, 2019 года билет, наверное, в конце, на нового знаменитого стендап-комика. И есть ли вот у билета срок годности? Специально не продаю его, знаю, что он, скорее всего, рано или поздно приедет, и цены, скорее всего, даже будут выше, чем сейчас. Поэтому билет как бы не продаю, не сдаю, оставляю. Срок годности есть у билета или нет? Спасибо за вопрос. Ну, такое годности билета – это только для подарочной карты. Если смотреть по мероприятию, тогда вы купили уже конкретную услугу на конкретное время, на конкретного артиста, получается. И главное – это то, что, конечно, могут быть изменения, как это мероприятие может происходить или не может. Если там есть какой-то перенос или отмена, тогда есть уже тоже конкретные механизмы компенсации, как это происходит. Но такого, что просто придет день, что билет закончился и нет возможности посетить, даже если мероприятие происходит, так нет. Ну, то есть оно будет переноситься и рано или поздно состоится, да. В принципе, да. Единственная, пожалуй, возможность, при которой этот билет может вырасти в цене – это ажиотажный спрос при уменьшении посадки. То есть новых билетов нет, получается дефицит, и поэтому вы запросто сможете втридорога продать свой билет. Но если он не будет персонифицирован, единственное. Да, ну вот, возвращаясь к вопросу, какие еще новые, может быть, какие-то интересные решения, изменения в дизайне, какие-то хитрости, какие-то интересные предложения, удобства для пользователей именно вашей платформы, что ее могло бы отличать от других платформ? Ну да, если мы смотрим конкретно на сторону потребителя, тогда самое главное – это то, что я уже сказала насчет страховки билетов. Все остальное больше для организаторов мероприятия и для удобств работы с системой в дальнейшем. Также самое еще дополнительно работаем над… Которая уже есть, аппликация для контроля билетов, потому что это тоже немножко уже поменялось и совсем происходит по-другому, так как есть дополнительные вещи, которые надо контролировать при входе. Тогда больше такая техническая часть, которая для организаторов. Но в дальнейшем тоже планируем менять дизайн домашней страницы интернетного магазина. Хорошо, спасибо большое. Мы благодарим Лигу Руби на члены направления Биллишу Сервис. Говорили о том, что происходит в сфере продажи, обмена, обратного обмена билетов на деньги. Ну, речь идет о законодательных изменениях, которые позволят продлить срок вот этого возврата, если нет желания, нет возможности дождаться все-таки запланированного концерта, выступления, театральной постановки и так далее. Хорошего дня, до свидания. Спасибо, хорошего дня. Мы же с Олегом удаляемся на паузу, после которой продолжаем тему культуры. Утро на Болткоме Новости Эхо Москвы на радио Болтком